В 90-х годах, когда уже все началось во время войны, я любил одну девушку, она жила напротив меня. И вдруг началось землетрясение, и во время землетрясения образовалось огромное озеро. И военные, которые на тот момент были в Южной Осетии, они сказали, что если эту плотину, созданную землетрясением, не взорвать и не спустить озеро, то это все сметет потом, все сметет на своем пути. То есть Хенвала уже не будет. И нас попросили спасаться, а у нас надо улица и была гора. И мы все, кто там был, и грузины, и осетины, да, все забрались на эту гору, потому что моя улица, в принципе, граничит недалеко от грузинской, ну, от грузин. И мы, и грузины, и осетины, все собрались на этой одной горе, а военные взорвали вот эту плотину, вот эту плотину, и вода, короче, пошла, и она, в принципе, чуть не смела нашу улицу. Вот, а мы были на горе, у меня в кармане гранаты, в руках винтовка, а рядом сидит моя любимая девушка, а вокруг грузины. И мы все молчим, потому что, потому что нельзя ничего делать, потому что мы оказались предстихийным бедствием. Вот, и это как бы одна история, и много таких историй было, которые я бы хотел поведать, рассказать людям, что вот такое, может быть, такое случается, что вот когда начинается стихия, даже враги и любимая, мы можем оказаться на одной горе, и это очень, наверное, круто. Вода из озера ушла, потом мы спустились, я помог, ну, я мог свою девушку, как бы там, ну, мог все, что с ней, ну, по диким военным законам, я мог ее там, как бы, и похитить, и все, что мог с ней сделать, да, то есть, и жениться на ней, то есть. Дима, не ржи, блядь, пожалуйста. Само худшее. Ты, блядь, звук портишь. То есть, я мог, ну, и похитить ее, в общем, и взять жены, и все такое, но я этого не сделал. И я просто ее, я помог ей спуститься со своими, там, вещами, там, не знаю, что-то, что-то у нее там было в рюкзаке, вот. А спустя час или два часа началась перестрелка, то есть, грузины ушли в свою сторону, а стены спустились вниз, и началась война опять. В каком году это было? Вот, вот я не помню, надо будет посмотреть, где-то в 90-х годах, в самом начале войны. Это было очень круто, я вот это сейчас вспомнил, и я подумал, как все вместе сплелось. То есть, тут тебе любимое, тут тебе и враги, а внизу бушует стихия. Ляхва разлилась до невозможных размеров. То есть, в мой дом затекла вода из ляхвы.